Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала Планета Дзюдо! Я Роман Карасев и сегодня нахожусь я в Санкт-Петербурге, где мы проведем встречу с Михаилом Рахлиным, президентом Федерации Дзюдо Санкт-Петербурга, директором клуба Турбостроитель. И начнем мы свое путешествие по новому зданию спортивной школы имени Анатолия Рахлина, которая буквально вот недавно, 5 сентября, открыла свои двери для всех, кто хочет заниматься физкультурой и спортом. Здесь много направлений. И вот сейчас сзади меня вот это новое прекрасное здание. И сейчас у меня будет встреча с Михаилом Рахлиным, который проведет нас с вами по коридорам этого здания. Мы с ним пообщаемся и посмотрим, как устроены все помещения в этом здании. Так что давайте пройдемся. Здравствуйте, Михаил! Приятно с вами встретиться в Санкт-Петербурге. И сегодня вы будете, наверное, так, в новом амплуа экскурсовода, в новом здании спортивной школы имени Анатолия Рахлина, именем вашего отца, известного во всем мире тренера, педагога, даже, наверное, так можно сказать. И мне бы очень хотелось, я думаю, что многим будет интересно дополнить уже многое сказанное об этой школе в средствах массовой информации. Но, может быть, вы что-то дополните и проведете нас по коридорам этого замечательного спортивного сооружения. Доброе утро! Я думаю, что огромный плюс, и это же огромный минус, то, что мы встречаемся в выходной день в раннее утро. Раннее утро. С одной стороны, здесь тихо, спокойно, еще нету такого движения, шума. Вот. Ну, а с другой стороны, вот хотелось бы вживую все это увидеть, но я думаю, что будет другой повод, чтобы увидеть уже и в работе все то, что здесь происходит. А сегодня, еще раннее субботнее утро, я думаю, что мы спокойно пройдемся и ознакомимся со всем, что здесь было сотворено. Да. И по ходу нашего движения вы еще, может быть, расскажете какие-то интересные истории по ходу строительства сооружения этого спортивного объекта. Ну, знаете, всем кажется, что все очень легко и быстро, как это происходит. На самом деле, вот моего первого письма, которое я написал правительству Санкт-Петербурга «Выделить участок для создания спортивной школы», до открытия прошло 10 лет. Да, мы построили его очень быстро. За последние два года мы его построили. Но само согласование, вот это вот преодоление сложностей, препятствий, оно заняло много времени. Но в итоге самое главное, что не опуская руки, мы все-таки дошли, и оно сегодня есть. Ну что, вперед? Пойдем, пойдем. Михаил, какая вообще общая площадь всего этого спортивного сооружения? Общая площадь 12,5 тысяч квадратных метров, чем эта спортивная школа, а еще раз это спортивная школа, а не дворец, лучше, чем многие другие. У нас обычно две крайности. Либо строят спортивные школы с маленькими залами, просто для работы, для тренировочной работы, либо строят дворцы для проведения соревнований. Здесь у всех четырех видов спорта, которые у нас есть, это художественная гимнастика, фехтование, дзюдо, пулевая стрельба, отдельные залы для профессиональной тренировочной работы. И в то же время в том числе есть большой многофункциональный зал с трибунами, где мы можем проводить соревнования. То есть и то, и то мы совместили в этом здании. У нас из всего получилось, по-моему, смотрите, зал дзюдо, зал фехтования, зал художественной гимнастики, три тира, это уже шесть, тренажерный большой зал и многофункциональный, вот восемь залов. Давайте начнем с зала дзюдо. Нет, давайте начнем с многофункционального, удобнее идти. Хорошо. Удобнее. Чтобы все было сдано, естественно, на делах много-много-много-много-много, поэтому где-то будем сталкиваться с небольшим ремом. Ну, это как новое кимоно, всегда нужно, чтобы оно немножко притерлось к телу. Как только машина поцарапалась, она сажается. Ну, пойдемте. Это мы находимся сейчас в центральном таком помещении, где проходят различные, будут проходить спортивные различные праздники. Назовем так, это большой многофункциональный зал. В этом зале можно проводить как тренировочный процесс. Он делится, если посмотреть, видите, сетки, на три зоны можно делить его. Вот. И спокойно можно проводить тренировки по разным видам спорта. Или даже по одному. Дни борьбы весь город собирать можно. Либо здесь соревнования можно проводить. Вы видите, есть трибуны на 300 человек. Можно дополнительно еще будет поставить. Мы сейчас обсуждаем этот вариант. Есть высокие потолки. Даже соревнования профессиональные в художественной гимнастике можно проводить, потому что высота потолков где-то 16,5-17 метров достигает. Есть звуковое оборудование, есть оборудование светло. В профессиональном можно выставлять табло. А вот и идея сделать в таком, знаете, как экологические материалы, дерево, вот здесь прямо ощущается запах древесный. Это принципиально, да. Это принципиально? Потому что все, что связано с деревом, это уютно. Все, что связано с теплыми тонами, это психологически комфортно. Поэтому и зал дзюдо тоже примерно в такой же тематике сделан. Вандалоустойчиво должно быть уютно и для глаза, и для нахождения, для всего, и для тренировок. Да, ну вот сразу ощущается, да, я вот как-то зашел, и ощущается вот такое соединение с природой. Да, со второго этажа можно заходить на трибуны. Там удобно, что можно отсекать потоки, что спортсмены и тренеры находятся на первом этаже, а родители все выходят на трибуны и уходят обратно. Тоже у нас продумано это. Вот там есть комнаты, где, откуда можно наблюдать за ходом соревнований, допустим, три комнаты там тоже. Вот там радиорубка, оттуда можно полностью контролировать звук, свет и все, что происходит. Даже если вот открытие, шоу, действия, спектакль, можно оттуда наблюдать. Звук, свет великолепный мы уже опробировали. Ну, а вот этот баннер остался просто от открытия школы. Это открытие школы было, и вот этот баннер был. А так как сейчас небольшие идут доделки паркета, паркета, видите, по углам паркета, поэтому пока мы еще не запустили в этом зале ни тренировочный, ни соревновательный процесс. Ну, вот здесь вот на баннере там видно, что основные четыре направления, да, спортивной деятельности, дзюдо, художественная гимнастика, фитонфектование. Мы можем в этой школе воспитывать, тренировать детей, которые могут потом выступать и претендовать на медали в 35 комплектах олимпийских медалей. Вот, это я так посчитал, это было такое. И вообще идея была, почему? Во-первых, знаете, многие любят, давайте школу единоборств построим. Там будет у нас самбо, джюдо, вольное, классическое, джиу-джитс и так далее, и так далее. Но это все смысл единоборства. Мы друг у друга отбираем детей. Вот, мы, если глобально смотреть, по большому счету, да, с одной стороны, ребенок может себя в чем-то найти, если он склонен к единоборствам, а если ребенок не склонен к единоборствам. А тут получается, что почти все виды спорта и для мальчиков, и для девочек, почти все могут абсолютно с разными физическими данными, психологическими особенными следить, найти себя в спорте. А вот эти виды спорта, это вообще... Ваш отец так же мыслил? Вот он, его стратегические мысли... Нет. Нет, это не идея вашего отца. Это моя идея, абсолютно. Во-первых, я изначально, это же мы начинали много лет назад, я не поверил, что мы одним видом спорта можем наполнить какую-то одну большую школу, понимая, что мы что-то будем строить больше, чем то, в чем мы тренируемся. На самом деле, было мое заблуждение, я ошибся. Мы одним видом спорта дзюдо могли совершенно спокойно заполнить все залы, чтобы здесь... Ну, как практика, как жизнь показала, что можно было. Но я ни в коем случае не сомневаюсь в том, что я сделал правильно, не разочарован ни в коем случае, потому что мы тут всего-навсего неделю работаем. Количество детей, записавшихся на все отделения, превышает наши даже предположения, даже скромные предположения. Да, вы об этом говорили уже в некоторых интервью. А что делать? Ничего, отбирать, искать, отбирать, создавать условия, расписание менять, убеждать руководство района, что нужно, ставок добавлять, что нужно, что-то, что-то, что-то. Будем думать, но дети должны иметь возможность... То есть, это все в процессе такой уже... Ну, все-таки у нас школа Олимпийского резерва, потому что мы должны не просто набирать, мы все должны отбирать. И мы, конечно, потихонечку отбираем. Да, я хотел... Очень не хочется этим заниматься, потому что каждому ребенку нужно дать шанс. Но все же мы должны понимать, что склонность должна быть, генетическая предрасположенность должна быть. Но все же по возможности я прошу и методистов, и тренеров, чтобы проверяли, отсматривали всех-всех-всех абсолютно ребят и девчонок. Ну что, идем в следующий зал? И вот мы идем в зал «ЮДО», который сразу же напротив входа в большой спортивный зал. И тут же они идут на соревнования. И вот мы находимся в сердце, так можно сказать, сердце этого спортивного, мы уникальный организм, у нас много сердец. Много сердец, да. Но все-таки джюдо, джюдо, это, наверное, так, фундаментальная основа. Рабочий зал джюдо, если вы видите, он тоже сделан в теплых тонах. Да, да, очень. В комфортных, чтобы дышалось. А тут все просто. Татами, канаты, маты, чучело и все, что-то еще надо, все. Ну, и немножко мы оставили зазоры, видите, зазоры. Вот, для чего? Татами зоны безопасности все, ну, не подбиты, мы еще не доделали до конца. Да, тут надо немножко еще подбить. Ну, это ладно, наша рабочая такая. Еще в неделю тренируемся, поэтому еще не все сделали. Чтобы мы могли здесь соревнования детские проводить по всем нормативам. Зоны безопасности все соответствуют. Здесь восстанавливаются столы, там табло, здесь звук. Мы все можем, даже детское, простое, там свое проводить прямо здесь. Это все будет соответствовать всем нормативам и требованиям для проведения соревнований. Небольшие, ну, а крупные, конечно, там. А если мы проводим вообще какое-то крупное мероприятие, очень, видите, логистика, зал соревновательный, зал разминочный. Все. И от зала до зала 10 метров. Очень спокойно можно все проводить. А вообще кто архитектор этого спортивного здания? Проект делал мой знакомый, могу назвать его имя, фамилию, Назаров Денис. Назаров Денис. Вот его группа, его команда делали проект этого здания. Мы его гармонично вписали в микрорайон, в парк по высоте, по размерам, по цвету, по стилистике. И было много сомнений, но сегодня, когда он встал на это место, все говорят, вот как будто он здесь и должен быть, и был. То есть получается архитектор Денис Назаров? Руководитель проектной группы. Руководитель проектной группы. То есть это несколько архитекторов. Я думаю, он нанимал какой-то проект. Ну, идеи вот всего здания, построения, как оно должно быть снаружи, внутри? С вами консультировались, вы как-то давали свои какие-то пожелания? Конечно, конечно. Это ежедневная, постоянная работа на протяжении многих лет. А вот самое важное, что вы хотели дать архитекторам, чтобы вот, ну, как-то такую фундаментальную точку отсчета, что здесь, как должно быть? Вы уже это обсудили. Повторюсь, что это должно было быть совмещение тренировочного и соревновательного момента. И самое главное, это школа, еще раз, название школа спорта. Не дворец, не что-то еще, это школа. Здесь должен быть ежедневный тренировочный процесс, постоянный. Это самое главное. Это именно... То есть здесь получают знания. Да, да, да. Воспитание и знания. Воспитание для жизни, знания для спорта. Я выбирал те виды, опять же, мы сейчас пойдем по всем залам. Почему четыре вида спорта? Я повторюсь, я много раз об этом говорю, но тут надо... Ну, повторение мать учения. Да, это те виды спорта, в которых есть в Ленинграде, в Петербурге традиции, есть история, есть тренерские кадры, есть успехи и достижения. Но, как и во многих других регионах, местах, нет нехватка материально-технической базы. Вот, поэтому я взял то, что требует развития. Вот, и вот у нас это получилось. Идем дальше, давайте. Недавно, когда был приезд наших государственных регионов в Петербург, и большую выставку «Моя Россия» открывали, я представлял династию, меня попросили. И меня попросили рассказать, что такое династия. Я говорю, вы все знаете, и, естественно, представляете нашу семью, как семья, в основном, отолерация. Я говорю, ну, чтобы понять, кто такой отолерация, надо понять, кто были его родители. Потому что мы знаем, что воспитание человека начинается со дня рождения его родителей. Вот. И чтобы понять, почему и как он воспитывал, тренировал, надо было понять, что было, что у него было за характер, что за дух. Надо было понять, что такие родители. Моя бабушка более 20 лет преподавала в Государственном университете на факультете иностранных языков. Отсюда педагогические знания. Если чуть раньше, то нельзя не сказать, что она всю блокаду пережила в Ленинграде. И смогла сохранить детей в Ленинграде. Моего отца и его старшего брата. Вот. И, естественно, у нее тоже был ежедневный труд. Это она отвечала за бомбоубежище. Ей нужно было по сигналу мгновенно открыть все бомбоубежища, собрать всех детей с определенных дворов и подсчет всех там спрятать. Потом после бомбежек бегали по крышам с песком, с этими закрывашками, я даже не помню, как это называется, гасили зажигательные бомбы, тушили чердаки. Вот. Отец, мой дедушка, отец Анатолия Раждина, в январе 1942 года один из первых записался в первую рабоче-христианскую добровольческую красную, немножко я, может, запутался в названии, там было, да. Вот. То есть это говорит о том, что в характере у человека было стать на защиту, быть первым, не отсиживаться и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот эти вот вещи, вещи. Да, Иона служил на Карельском фронте связистов, возглавлял взвод свинистов, или там даже, и был несколько раз ранен на гражданах, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это вот не сломленный ленинградский блокадный дух, а вообще человеческий дух, педагогика, вот это и соединилось потом в врачнике. И мы говорим сегодня, что самое главное. Воспитание самое главное. Потому что воспитание, образование, а потом уже сила, причем не физическая сила, а сила воли и духа, а потом уже атлетизм. И вот когда все это соединяется, да, возможно, это все идет в ущерб, в ущерб результату, в ущерб чемпионству. Но стать победителем гораздо больше и важнее, чем стать чемпионом. Хотя, конечно, мы все восхищаемся чемпионами. А если чемпионы имеют еще дух победителей, не просто генетику, не просто какой-то звериные инстинкты какие-то, не просто какие-то определенные качества, а у него есть воля и дух, это, конечно, тот самый пример, на котором надо воспитывать сегодня всех, 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 всех. Ваш отец часто проводил вот такие беседы в тренировочной деятельности с учениками? Он их проводил ежесекундно. Это было без отрыва от развития физических качеств. Пойдемте. Эта пауза немножко. Отдышаться. Другой зал. Да. Совсем другой зал. Другая атмосфера здесь. Здесь сейчас этого не видно, сейчас не видно, но на самом деле, ключики, раз, два, три. Здесь стоит самое высокоточное, современное оборудование для фехтования. Там же у них подсчеты на уколах, на всем. Просто во время тренировочного процесса они, видимо, убирают в инвентарную и все. Здесь есть все. А самое интересное, это перфорация. То есть, тоже вот сразу по этому ходу фехтования. Ну, симпатично, классно тоже. Интересно. Вот у них такой замечательный, классный. Вот их специальные, современные. Таких залов тоже для тренировок. Здесь и соревнования можно проводить. Но у нас также в инвентарной закуплено оборудование. Мы можем... Все у нас подготовлено, поэтому мы можем в большом зале проводить и соревнования по фехтованию любого уровня. То есть, большой зал, он многофункциональный. То есть, все направления спорта, которые здесь есть, можно проводить. И плюс еще что-то еще. Да. Ну, что-то еще. Нам не нужно... Нет, мы будем беречь свое. Зачем нам это не надо? И уже на открытии был президент Федерации фехтования России, милиндар Мамедов. И он уже подходил ко мне и просил уже весной провести здесь международное соревнование фехтования. Вот такой вот. Под каждый вид спорта на каждом этаже отдельные раздевалки под мальчиков, отдельные под девочки, отдельно тренерские. То есть, под каждый вид спорта все отдельно. Ну, здесь, наверное, есть и медицинский блок. На первом этаже медицинский блок. И какой-то восстановительный, может быть, да, там, сауна, что-то такое. Есть сауна, да. Есть сауна. Сауна есть тоже практически на каждом этаже, под каждый вид спорта отдельно, чтобы люди могли... То есть, это вот стопроцентный процесс образовательный, спортивный, то есть, все, не выходя из этого здания, можно пройти все... В однопрачечный комплекс есть, сушильные, стиральные, гладильные все машины. И также еще есть два этажа комнат отдыха. Это зона отдыха, да? Да, это такая зона отдыха. Еще даже не до конца сделана, диванчики. Вот симпатичный купол, и зимой, летом будет симпатичный. То есть, это такой зимний сад. И еще свет. А тут света хватает. Итак, это зал художественной гимнастики. Вот такой он, конечно, с утра до вечера заполнен детишками, девчатами. Они работают очень много, трудятся очень много, больше, чем все остальные виды спорта с утра до вечера. Вон уже у нас одна принцесса здесь есть. Одна чемпионка пришла. Видимо, первая приходит, последняя уходит. Очень комфортно здесь тренироваться. Вы видите, даже вон станки поставлены с видом на парк. Дом, конечно. Ну, все равно на улице. Очень светло. Очень светло. Свет и воздух. Пространство и воздух, да. Это сразу же вот как-то не придавливает от тренировочного процесса. Да, да, да. И я, когда открывали школу, сказал такую фразу, могу снова ее повторить. Наши дети должны тренироваться в лучших условиях, у лучших педагогов, наставников и тренеров. И вот мы это сделали. Мы это сделали. То есть они должны... Да, конечно, понимаю, что можно и в подвалах, можно и на чердаках, можно и в других залах. Но наши дети заслужены. Но знаете, кто-то говорит, что чем хуже условия, тем лучше результат. Я по-разному можно сказать. Я знаю, как начинали предыдущие поколения. Первое поколение, до них и все. Тут зависит все-таки от того, от тех усилий, которые тренер, наставник, педагог прикладывает. Тут делаем... Но мы всегда хотим улучшать все. Как и свое мастерство, так и место, где мы занимаемся. Да, поэтому правда есть во всем. Но и в том числе, что нормальные и хорошие условия тоже. А вот хорошо бывает так, что они тренируются в не очень условиях, приезжают на соревнования в хорошие условия и теряются. Тут все все-таки зависит от самого процесса тренировочного. И от наставника, который что в тебя вкладывает. А не только от того, что голодный будет лучше что-то делать. Не факт. Это мы сейчас куда идем? Комната отдыха. Комната отдыха. Здесь еще ведутся подготовительные работы. Но, так сказать, мы практически первые, да? Кто сюда, посмотрите. То есть здесь могут останавливаться спортсмены, гости или те, кто проводит тренировочный процесс. Здесь между тренировками могут отдыхать спортсмены. Здесь могут быть гости, приезжающие на конкретные соревнования, мероприятия и так далее. Видите, комфортно, удобно. Да, немножечко здесь еще, да. Опять же с видом. Но с видом, да. Отличный вид на парк. Какая красота. В каждом номере, естественно, есть удобство, связанное с водой. Все. Да, да, да. Да, все удобства для качественной жизни и тренировочного процесса. Михаил, а на какое количество спортсменов предусмотрены вот такие комнаты отдыха? На двух, на двоих. Нет, вообще в общем. А по-моему, 8 или 10 комнат. 10 комнат, 10 комнат. 10 комнат по 2 человека. Ну, видите, что здесь можно и 4 поместить, и что угодно, да. Ну, вот так, небольшой, небольшой. У нас нет задачи, как бы, в гостиницу установить. Это именно комната отдыха. Вот, как мы говорили, школа, спорта и дворец спорта – это огромная разница. Так же, как комната отдыха и гостиничного – это огромная разница. Так, это мы находимся. Ух ты! Открыженный зал. Вы видите, новая тематика, новая цветовая гамма, новая какая-то подхода интерьерная. Интерьерные подходы. Но сохраняется объем и воздух. Объем и воздух. Часть силовая. Часть кардио. Очень интересные тренажеры здесь есть. Вот эти вот. Это бег с преодолением, как с парашютом, как будто. И как тележка толкать, снимаешь. Это очень интересная история. Я сам не понял, но приходили люди, показывали, как это все работает. И, конечно, это было очень интересно. Так, все, зона свободных весов. Ну, тут все-таки можно совмещать и СВП, специальную физическую работу, которая нужна атлетам. Ну, под атлетом. Так же и фитнес определенный. Вот зона, где можно по окончанию тренировки растянуться, поделать работу с канатами, прыжковую работу. Ну, и, конечно, если я езжу, то я еще нашел сюда подойти. Это видно, это видно. Ты где-то во время тренировки психологически разгружаешься. Можешь просто посидеть, отдохнуть. Ну, это да. То есть, на парк все. Рядом зелень, деревья, парк. Да. Да. Да, это большой плюс для спортсменов, которые много времени проводят в тренировочном процессе и видят только тренажеры. А здесь они на самом деле... Два тренажера у меня стоят. Это сверхсуперсовременные тренажеры. А ну-ка, расскажите... А я не расскажу, я думаю, несколько дней нужно будет ими заниматься. Рассказывать, как ими пользоваться. У нас приходят специалисты, они учают на... Это для внутривучечной координации, для стабилизаторов. Они хороши для всех лидерспортов, в том числе для реабилитации после травмы. Вот это... Даже не хочу начать, чтобы не выглядеть глупо. Здесь я вижу, что все последние достижения в области спортивного оборудования, да? Ага. Последние достижения в области спортивного оборудования, которое мы можем получить, будем только замешивать. Скажу так. Да, это хорошая качественная история. Мы очень долго все это сейчас нашел, но мы были терпеливы и настойчивы. Нас слышали, слава богу. Поэтому мы имеем то, что и минимум. Я думаю, что десяток лет все это прослужит минимум. А может и больше. Да, из-за каждого больше. Есть еще другого и три галереи. Это три рубежа. 10 метров, 10 метров и 25 метров. 25 метров такого рубежа и такого зала, как мне специалисты из этого вида спорта, говорят, нет ни у кого в России. Вот мы сейчас дожидаем все оборудование. Оно будет буквально с недели, недели-полтора на ее установлено. И тогда, когда будет все закончено, я вас приглашу пока что. Пока что до конца не доделал, но так что вот. Так что тоже, сливаясь пистолетом, олимпийский вид спорта, мы можем здесь спокойно тренироваться. И скажу так, что много мальчишек и девчонок записываются, в том числе, на этот вид спорта, потому что не каждый хочет. Соревноваться все хотят, многие хотят, но не все хотят контакта. Кто-то хочет контакта не силового фехтования. Девчата, конечно, бегут в художественную гимнастику, но и стрельба пользуется огромной популярностью. Тот же дух соревнований, соперничества. Но нет контакта. Такое тоже у людей может быть. А исторические традиции в стрельковом спорте есть в церкви? У нас есть призер олимпийских игр. Игорь Градцевский, здесь старшим тренером работает. У нас сегодня призер олимпийских игр. И на предпоследних олимпийских игр у нас был спортсмен Григаген фамилия его призер олимпийский игр. А тренер, который сегодня здесь выполняет управление, Анатолий Астрабаев, он тоже был призер олимпийских игр. Заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России. Так что у нас хорошие кадры. Видите, уже потихоньку, несмотря на то, что 9 утра уже наполняется школа детишками в субботу, и все из мелочей состоит. Мы продумали, да, зона кафе нужна, здесь кафе, питание, есть возможность, там будет оборудование профессиональное, и хранить вещи, и разогревать, и раздавать. Ну, самое главное, вот в этой зоне, родители приходят, и дети могут спокойно вот там поиграться, родители могут чуть-чуть. Давайте туда пройдем, с вами. А где у нас свет? Да, это здесь такая детская игровая комната, да, так открытая. Да, сейчас свет пустим. Тоже немаловажно, детишки спокойно могут в своей зоне проводить время, играться, может быть, мультфильмы посмотреть, может быть, что... А здесь, видите, симпатично, можно уроки поделать. Я очень много вижу, ребята приходят, когда между школой и тренировкой есть время, позже, когда будет запущено, перекусили, здесь делали уроки, вот здесь все такое. Ух ты! Все здесь поиграли, поиграли, поиграли в карты. Ну, это выжим. Хорошо, ну, и опять же воздух. Конечно, еще уже очень приятно здесь находиться, когда, когда в вечернее время, ну, после обеда, после школы, заполняются все залы, родители, движения, здесь дети, здесь родители, здесь уроки, там киш-киш-ми работа. Вот это, конечно, классно, да, это классно. Ну, еще все оживлять, оживлять. Мы работаем вторую неделю, вторую неделю. Поэтому все будет, жизнь здесь будет. Не, ну, сам объект, он будет притягивать к себе это однозначно. Однозначно. Я уверен просто, что, ну, сама атмосфера здесь и то, с какой любовью это создано, видно, что все до мелочей просчитано. Поэтому оно будет притягивать людей. Дух и люди пропитают тем, чем надо. Да. Дух и люди пропитают тем, чем надо.